в последний раз топ экзотов на тот или иной класс я делал в 2018 году давненько правда сейчас как по мне самое время вернуть рубрику и снова назвать несколько экзотов которые будут полезны начнем как и прежде с варлоков хотя нет давайте с охотников все же до информация будет общая постараюсь коротко и понятно так чтобы новый игрок который ищет себе новую броню сразу понял что ему нужно но если это видео с подборкой вам зайдет и вы не пожадничаете на лайки и комментарии то я сделаю аналогичные списки для титанов и варлоков на этот раз как получить экзоты о которых пойдет речь как и любую броню этого типа случайной наградой либо у торговца зура можно еще купить который появляется в игре каждую пятницу и уходит во вторник мы пишем о нем в группе где стоит что продает так что подпишись чтобы следить за инфой рандомно же получить броню проще всего в мастер и легендарных затерянных секторах при прохождении в соло режиме либо формите сумрачные налет на уровне сложности легенда и мастер особенно на неделях когда объявлена двойная награда за их завершение и так первым экзотом пускай будет звездный полуночник в сезоне сплайсер его чуть не заменил новый экзот который круто увеличивает урон чешуя пожирателя звезд но банджи решили что с ним играть слишком весело и понерфали так что соколиный шлем остался самым актуальным для солнечного подкласса охотника для внесения урона по боссам ставите нижнюю ветку в подклассе и вносите тонну урона на атеоне таниксе на любом боссе в общем то а если добьете своим выстрелом какого-нибудь здоровяка то еще и часть супера вам вернется и следующий выстрел будет готов быстрее второй шлем который я использую регулярно корона червеоболочки невероятно уродливый шлем который не вписывается ни в один мой сет но полезный зараза при использовании классовой способности то есть уклонение шлем восстанавливает щит и часть здоровья я чаще его беру именно в пвп он очень выручает в случаях когда нужно уйти из дуэли с противником самый последний момент уворачивайтесь за угол и тут же восстанавливаете часть здоровья а если ваши характеристики восстановления достаточно высокие то возврат к полной шкале здоровья и щита занимают считанные секунды знаю что некоторые используют его и в пве чтобы выживать в сложных активностях но на мой взгляд полезнее туда брать другие экзоты о которых поговорим далее следующий экзот поток рейдена грудяха на электрического охотника которая увеличит и урон от вашей ульты и продлит ее действия этот экзот как был представлен на старте destiny 2 и был лучшим для электро хантов так им и остается если ваш основной подкласс это молниеносный джедай то лучше не найти серьезно он подходит для любой задачи в пве и зачистка толпы противников и урон по боссу конечно только потому который стоит на земле благодаря долгим комбо и увеличенному урону вы даже мощных противников или чемпионов сможете убивать более чем эффективно так что да это пожалуй единственный экзот который я вообще могу советовать на арк подклассе но я лично чаще играю пустотным охотником верхней ветки например для нее тоже есть лишь один толковый экзот установка орфей да он технически подходит и к нижней но все же за каждого связанного противника вам вернут часть супер энергии а именно связка эффективнее на верхней ветке к сожалению уже давно этот экзот понерфали и прям на три четверти он вам ульту тут же не откатит но все же лучше чем ничего экзот отлично подойдет для сложных активностей и тех этапов рейда или налетов где на вас прет ну уж очень много противников связали убили а ульта уже снова почти готова как то так другой экзот который тоже крайне популярен у пустотных охотников омни окулюс новый грудак который добавили в прошлом сезоне в состоянии невидимости вы получаете второй заряд дымовой шашки и сопротивляемость урону союзники которых вы делаете невидимыми тоже получают сопротивляемость урону а вы при этом получаете энергию ближнего боя по факту же сложных пве активностях эта штука позволит вашей команде безопасно передвигаться по полю битвы а вам восстанавливать дымовую шашку практически мгновенно пожалуй один из лучших вариантов для нижней ветки пустотного подкласса особенно он выручает сейчас тех кто боится горгон в лабиринте хрустального чертога тень дракона просто божественный экзот для охотника в пвп уклонение и оружие перезаряжает и скорость вашего перемещения бафает да и обращение с оружием тоже поднимает что особо актуально после нерфа того же перка быстрое извлечение да этот экзот не добавит вам вторую гранату или не восстановит ульту быстрее он скорее на пассивное усиление но в состязательном пвп оно только и к лучшему вы не можете в матчах испытаний осириса каких-нибудь зависеть от обилок куда полезнее получать преимущество постоянно и в этом тень дракона работает безотказно плюс он не зависит от конкретного подкласса так что каким бы охотником вы не играли экзот вам подойдет таким же полезным и универсальным в пвп экзотом кстати станут и топотуны которые увеличат скорость бега дальность скольжения и улучшат прыжок пассивный бонус к ловкости благодаря которому умелые ханты буквально прыгают на противника как кошки хищники с деревьев отличные возможности чтобы застать противника в расплох с дробовиком ну или запрыгнуть на уступ в пве на который никак не можешь скарабкаться такое тоже бывает возвращаясь к пве нельзя не упомянуть шестой койот который даст вам второй заряд уклонения крайне полезный экзот для прохождения какого-нибудь подземелья в одиночку без смертей ну или просто для билда на невидимку нижняя ветка подкласса там же нижний перекат 100 подвижности в характеристиках и будете как юркий зверь пробегать через толпу противников незаметно вы наверняка видели как это работает на стримах или в видосах тоже подземелье откровения по моему я с ним проходил у меня запись на канале есть так что вот если не знали как это так хант всегда в инвизия то вот вот вам рецепт что ж из тех экзотов которыми я пользуюсь регулярно и которые я мог бы советовать каждому пожалуй назвал все хотя безусловно есть и крутые маска бакрис для стазисного подкласса есть клятва синобу на две гранаты но все эти и другие экзоты не могут быть вашими основными и постоянными так что для списка лучших пока хватит надеюсь игроки которые давно не играли и вернулись или те кто просто только начал играть вам видео помогло сориентироваться и вы теперь знаете что вам выбивать ну а титаны и варлоки ставьте лайк и пишите комментарий для кого следующий список собирать на этот раз надо никого не обидеть спасибо за просмотр и подписку до связи